всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня у нас такой маленький новостной влог будет который вызван событиями которые происходят в мире непосредственно у нас в америке но тем не менее так или иначе они все равно касаются жителей разных стран особенно постсоветского пространства особенно будет это интересно тем кто играет в green card lottery и также этот лог будет о том что ожидает ну будем говорить беларусь а уже все остальные могут переносить ситуацию параллельно на себя потому что когда начинался весь вот этот вот коронавирус и прочее начинался он когда у нас скажем так никто не обращал внимание и все думали тоже в странах постсоветского пространства что это все пройдет мимо потому что это тогда их не прихватило все это пошло с опозданием где-то от двух недель до месяца и получается вот еще я проводил опрос у нас на канале если вам интересно вы можете зайти на вкладочку сообщества и там увидеть результаты того опроса вообще было бы наверное даже интересно их и глянуть антоша дай мне пожалуйста мой телефон на телефоне не увижу на компьютере на сайте ну ладно может быть я фотографию вставлю может быть нет в общем кому интересно зайдите посмотрите там было несколько вопросов кто как этому относится к вирусу ну и в общем-то наши подписчики вы кто отвечал очень многие думали что это так как говорит один европейский лидер что это корона психоз но так получилось что у нас он начался раньше потом он перекинулся наверно пошел в россии сначала и потом он начался в беларуси и сейчас нам дела очень грустные вот и опять же за этой ситуацией мы можем следить например через наших родных которые там остались например вот маринина мама она очень часто с ней созванивается и очень долго она тоже упиралась и говорила что у них все хорошо и бла-бла-бла и когда мы предложили ей начать готовиться к тому к чему надо готовиться она сказала что все нормально типа и это того не стоит вот но как казалось вчера петух там плюнул кого-то где-то в пятую точку но об этом мы будем говорить во второй части видео сейчас то что волнует всех кто играет green card участвует в дв лотереи 2021 сегодня у нас 29 апреля по расписанию скажем так до проверки результатов лотереи остается шесть дней но этого не случится в этом году так быстро потому что госдепартамент объявил о том что он изменяет дату связи с пандемией коронавируса дату проверки результатов дв лотереи и переносит ее с 5 мая на 6 июня поэтому к сожалению кто очень 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 ждал мая не только потому что у меня будет день рождения но еще и будет розыгрыш дэв лотереи тот конечно будет немножко расстроен но тем не менее один месяц это не так много это не целый год крепитесь собирайтесь силами и мы желаем вам удачи чтобы у вас все прошло хорошо чтобы увидели заветный листок в конце которого должен стоять штрих-код если вы увидите если у вас совсем плохо с английским но вы видите внизу штрих-код значит вы выиграли вот что вы потом можете сделать после того как а для того чтобы проверить результат своего как вы сыграли вам надо будет воспользоваться сайтом ссылочку на который я оставлю в описании к видео вам не будут приходить никакие электронные письма никакие бумажные письма они уже давно не приходят вам надо просто будет зайти на сайт госдепартамента и проверить свою заявочку для этого вам понадобится скорее всего confirmation number который вы получили когда отправляли заявку также может наверно понадобится фамилия дата дня рождения я точно не помню по моему проверяли по номеру да маришка не помнишь зайка зайка в наушниках где-то в новостях сидит мы по номеру проверяли заявку нашу не надо там ни фамилии ничего просто confirmation вводили да вот маришка подтверждает что просто вводили confirmation набор и видели результат так ну и собственно все после того как вы проверите и увидите свой заветный выигрыш вам надо будет пройти несколько таких серьезных кругов проверок справок собрать и получить получить appointment на прохождение интервью удачно его пройти и выехать в америку для получения грин карты вот поэтому дата проверки 6 июня этого года а те кто играл в дв лоттери 2020 значит у них все идет по плану их интервью должны закончиться 30 сентября как бы на этом сайте госдепартамент указывает что никаких проблем с этим нету есть только одна небольшая проблемка она связана с тем что президент соединенных штатов америки дональд трамп объявила 60-дневном закрытии границ и для определенных видов эмигрантов и поэтому и как в связи с тем что у вас нету на руках грин карты сейчас и вам надо попасть в америку в общем вы сейчас в ближайшее время не сможете заехать это конечно какая-то проблема у кого-то возможно были билеты купленные у кого-то какие-то может быть сроки заканчиваются но в общем где-то 22 июня возможно уже будет снят этот запрет если его не продлят и вам тогда придется срочно рвануть чтобы успеть получить свою грин карту чтобы не пролететь с ней вот такие новости это то что касается грин карты а теперь то что касается продуктов дефицитов или не дефицитов то о чем мы вот рассказывали и показывали в своих некоторых последних скажем продуктовых влогах не понятие у нас было ситуации сразу пропала туалетная бумага пропала вода это было понятно это случилось мгновенно и кроме этого не пропадали никакие другие продукты потом в с водой вода нормализовалась очень быстро с туалетной бумагой я не могу сказать что ситуация нормализовалась потому что по большому счету ее практически нигде нет местами встречаются бумажные полотенца такие которыми американцы пользуются на кухнях они пользуются очень большим спросом у американцев очень развито ими пользоваться вытирать руки вытирать стол делать уборку то есть они практически не пользуются тряпочками так как скажем пользовались мы не знаю может быть сейчас и в беларуси тоже на кухне тряпочки не пользуются но я вырос в то время когда моей мамы тряпочка была для мытья посуды для вытирания посуды для вытирания стола то есть постоянно были везде эти тряпочки и и вот как-то так у американцев такого нет то есть bold тряпочка для протирания пыли там шкафчиков то есть все было вот так вот четко американцев все четко с другой стороны есть бумажные полотенца есть различные спрей как спрей которые предназначены для уборки жирного, для уборки пыля, пыли, для увлажнения. Все это идет с помощью вот этих бумажных полотенец. С помощью их уборка делается даже в каких-то заведениях, в школах, в библиотеках. Поэтому они очень широко используются, они широко, вернее, ну, короче, они в обиходе и везде продаются во всех магазинах. Так вот, они еще есть, а туалетные бумаги не встречали мы ни в Костке, ни в Сэмсклабе, ни в Центах, ни в Волмарте, ни в аптеке, нигде, в общем-то, мы как бы не нарвались на туалетную бумагу вот с тех пор, как началась вся вот эта вот такая штука, когда все начало пропадать. Ну и как вы заметили, когда мы ходили в Волмарт, я сказал, что некоторые полки достаточно пустые, то есть молоко не везде стояло, каких-то мясных продуктов не было, изделий, там, например, полуфабрикатов или сырых, видно было заметно, что стало меньше курицы, стало меньше говядины, вот. И то же самое прослеживается и в Костке, и в Сэмсклабе, но Костка, она на сегодняшний день заполнена больше. В Сэмсклабе мясо есть, но тоже, так знаете, с зазорами. Обычно курица был, холодильник полностью завален, то есть до верха, сейчас приходишь, она лежит в один слой. В том отделе, где продается, например, стейк, хвост питона, как я его называю, и другая говядина и свинина, тоже мясо лежит вот так вот в один слой, и порой даже из этого слоя вот такие вот шашечки выпадают, то есть есть пробелы на витрине. Как бы мы думали, что почем какой хоккей с мячом, но не понимали, что происходит. И вот последние, скажем, уже, наверное, дней 10 в интернете очень много новостей о том, что прогнозируется дефицит мяса, и, возможно, он даже уже начнется очень сильно, скажем так, с 1 мая. То есть сейчас пока считается, что все нормально, а с 1 мая, возможно, начнется дефицит мяса, потому что крупные заводы, которые перерабатывают мясо, закрываются из-за того, что болеет персонал. Фабрики, которые выращивают это мясо, то есть птицефабрики, там, где крупнорогатый сход, они тоже закрываются в связи с тем, что, вернее, не закрываются, там тоже болеет персонал, и они вынуждены убивать курей, убивать скот, убивать свиней, потому что они перерастают. А в Америке есть определенные, ну, видимо, нормы, и вот как я читал новость про куриную фабрику, то есть они говорят, что куры перерастают, они живут в определенных курятниках, в клетках. Собственно, мы, когда жили в деревне, мы тоже делали такие небольшие клетки для цыплят, и они реально, когда они перерастают, они не вылазят в эти клетки. И, видимо, из-за того, что, скажем так, они достигают определенного размера на птицефабрике, ее должны забирать, а мясоперерабатывающий завод не забирает, им некуда девать этих курей. И, в общем, в новостях было сказано, что будет убито 2 миллиона курей, которые не попадут на прилавки. То есть это такая цифра, я когда прочитал ее, я просто окабанил, ну, это просто кошмар какой-то. Вот. И тут же вышла, значит, статья о том, что, так, а что у нас с лампочкой? Такой крупной сеть, крупная сеть, которая называется Tyson, которая является одним из поставщиков Костка, тоже, значит, закрывается очень много магазинов, они перестают перерабатывать, не магазинов, а перерабатывающих заводов. Много закрывается, они перестают перерабатывать мясо в связи с тем, что люди болеют, некому работать. И, в общем-то, из-за этого на фермах, где выращивают свиней, тоже будет убито порядка 35 тысяч свиней, которые не попадут на заводы переработчиков. И вот из-за всего, из-за этого происходит вот такая вот каша. Начинают рваться и ломаться, как грамотными словами говорят, цепочки логистические. Мясо вырастает, но не попадает на перерабатывающие заводы. Из перерабатывающих заводов мясо, соответственно, не попадает в магазины. И будет вот такой дефицит с мясом. Также была новость про молоко. Ситуация следующая. Из-за того, что молоко не забирают перерабатывающие заводы, из-за того, что молоко не идет в магазины, из-за того, что молоко не идет в рестораны. А рестораны, они забирали очень много и молока, и курицы, и свинины, и говядины к себе. Из-за того, что все они это не берут, молоко точно так же сливают просто на землю. Доят коров, и даже ролик был у нас в новостной ленте, когда просто видно, что труба, по которой идет это молоко, она открыта, и молоко сливается тупо в канализацию. Все это еще коснулось и сельскохозяйственных культур, из-за того, что некому убирать, некому забирать. Опять все это не попадает в магазины, не попадает в рестораны. Это остается у фермеров. Они пытаются распродавать это там практически из-за бесценок, раздавать. Но, тем не менее, оно даже остается на полях. И, в общем-то, многие культуры просто перепахивают в землю. И фермеры не знают, что делать. Новость от Волмарта была следующая. Что, короче, человек, который стоит там, ну, менеджер, SEO, как их называют, он сказал, что сейчас по Волмарту идет такая статистика, что люди больше покупают мясо, которое в вакуумной упаковке. То есть люди готовятся его хранить, люди запасаются. И, в общем, вот такая вот ситуация. Ну, а как это может коснуться Беларуси, например? Это никак, конечно, Беларусь не коснется, потому что в Беларуси свое мясо и свое сельское хозяйство. Но, просто что я хочу сказать, и вернуться вот к Марининой маме, к тому, что мы говорили, когда у нас началась эпидемия. Она говорила, что у них все хорошо, что ничего нету. Тем более, Лукашенко говорит, вируса нет, пандемии нет. Вот, и поэтому ни карантина, ничего нет. Но потом все-таки все началось. С опозданием где-то, я считаю, что, наверное, с опозданием на месяц начали цифры расти. Карантин, за вчера прирост больных составил где-то 900, ну, я не буду точно цифры говорить, я знаю, что больше 900 человек. И на сегодняшний день уже по Беларуси более 13 тысяч заболевших. Так вот, в общем-то, все пока еще работает. Карантин не объявлен, люди не сидят дома. Но, тем не менее, вот дня три назад, мы регулярно смотрим Белсад, дня три назад, а может даже больше уже показывали, что закрылась обувная лицкая фабрика из-за того, что много людей заболело. Заболела сама директор этой фабрики. И фабрику закрыли, потому что, ну, чтобы не распространялось это внутри фабрики. Причем фабрику эту закрыли не с подачи министра там или Лукашенко, а директор сказала и распустила, и закрыла это предприятие. Вот, и поэтому все это ждет. Вот, и остальные предприятия, которые так или иначе завязаны с работой людей, а таких предприятий в Беларуси очень много. Работотехника, я так понимаю, там еще полностью нигде не заменила человека. И поэтому рано или поздно это доберется и до сельского хозяйства, и до мясоперерабатывающих, до молочных, до куриных, до яиц. Все это может выпасть тоже точно таким же дефицитом. И как подтверждение тому, вчера Маринина мама сказала, что гречки уже в магазинах нет. Что уже народ побежал и начал скупать. А гречку скупают, как раньше соль скупали. Курс доллара растет, соль покупают. Курс доллара падает, соль покупают. Соль и спички. Сейчас начинают скупать гречку. Ну, в общем-то, ее не сейчас начинают, ее начали уже скупать еще когда мы там были. И мы тоже в свое время ее покупали, потому что когда скакал курс доллара, надо было куда-то эти бумажки скинуть и превратить хоть в какой-то товар. И самый товар такой ходовой, например, для нас был, это гречка там. Ну, еще какие-то бокалейные, потому что сельское хозяйство у нас было свое. И вот так получилось. Когда мы ей говорили, что иди и запасайся в магазинах, она, в общем-то, говорила, что ну, куда я пойду, у нас все нормально. И типа, как на меня будут смотреть. А вчера уже все, на нее никак не смотрели, потому что уже все уже посмотрели, и все смотрели на голые полки. Поэтому я как бы не даю совет, не призываю. Я просто, вот это мое такое личное ощущение. Глядя на то, что происходит у нас, я уверен, что это будет и у вас. Потому что, ну, я никогда не мог себе представить, в Волмарте, в Костка пустые полки. Но они есть. И если я говорю, что Костка еще держится на плаву. Да, кстати, была новость о Костке. Они сказали, что да, они теряют своих поставщиков. Но они сейчас очень быстро пересматривают, кто может заменить. Будут откуда-то привозить, как-то что-то менять. Но тем не менее, уже видно, мы вам уже рассказывали и показывали. И вот через несколько дней выйдут новые продуктовые влоги. Вы сами увидите, что в холодильниках, там, где раньше стояло в одном холодильнике, три разных позиции, сейчас стоит одна. Это говорит о том, что позиции выпадают из-за того, что поставщики не могут их поставить. Из-за того, что они не могут это получить. И то же самое, я больше чем уверен, что произойдет в Беларуси. Тем более, что сегодня, опять же, Белсад сказал, что курс пошел вверх. А раз курс пошел вверх, значит, люди начнут спасать свои деньги, либо вкладывая их в доллары, либо вкладывая в продукты. А учитывая то, что еще там идет и пандемия, то я думаю, что, скорее всего, наверное, люди будут пытаться вложить деньги в какие-то продукты. Потому что надо сесть дома. Дома надо будет... Ну, кушать всегда-то оно надо. Но чем меньше ты выходишь на улицу, тем лучше. Поэтому народ, я думаю, будет запасаться не долларами, а продуктами. Вот, собственно, такой влог о ситуации в нашей стране. О том, что происходит. Почему на полках есть небольшие дырки. Надеемся, что дырки эти большими не станут. Что как-то все-таки будет эта ситуация решаться. Потому что сейчас уже речь идет о том, что некоторые штаты начинают делать послабление вот этого вот карантина. Но, тем не менее, это тоже все будет затягиваться. Затягиваться, даже в тех штатах, которые сегодня открываются, у них будет затягиваться на две недели первая ступень, потом две недели вторая ступень. То есть не все цепочки и не все предприятия сразу будут открываться. И это будет, в общем, отражаться не только на экономике, как больше всего говорят в новостях, а это будет отражаться на тех вещах, которые вот нас реально касаются сегодня. Поэтому делайте выводы из того, что видите и слышите. Смотрите новости не только по телевизору. Заходите иногда в интернет. Слушайте разных блогеров. Составляйте свое мнение. Оставайтесь здоровы. Нажимайте кнопочку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Оставайтесь здоровы. Вы на канале Нашего Завета Америки. А не лайфь, а не лайфь, а не лайфь. И до встречи в интернете. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok